здравствуйте граждане стендовые моделисты начинающие продвинутые и профессионалы сегодняшнее видео посвящено электроинструменту а в частности бормашинам которые в значительной степени ускоряют обработку материала итак начнем с одного из самых известных названий а нет не так наоборот вот так проксом комплектации ну сама машинка блок питания вот такой блоки питания предусмотрена такая сказать так как предохранитель чтобы неправильно не подключить вот так вот будет неправильно штырёчек не позволит осуществить подключение вот плюс вот минус а вот таким образом он входит совершенно спокойно другой стороны как вы понимаете подключение ухты что такое ничего бывает подключение к 220 вольт подключим рассмотрим как говорится все по порядку и так кнопочка вот это для того чтобы давайте еще раз чтобы было видно вот так будет вот вал крутится нажимаем крутим о вал заклинин это для удобства чтоб можно было выкрутить нашу гайку прижимную закручиваем давай это и извлечь цангу например а чтоб ее заменить или что-нибудь чтоб что-нибудь потом так сказать сюда закрепить возвращаем на место а ну да еще ж я забыл обойма со сменными цангами вот так она выглядит минимальная цанга позволяет зажать с минимальное сверло диаметром 0,6 миллиметра тоньше сюда уже здесь уже держать цанга не будет они стальные трехлепестковые это хорошо потому что трехлепестковые цанги считаются более точными в общем так она по факту есть дальше у нас идет регулятор оборотов вот ноль потом пять тысяч фиксированы а дальше плавно шесть семь десять семнадцать и аж двадцать ну это это очень много для мелких очень тонких сверел может пригодиться кстати потому что чем тоньше сверло тем выше обороты по идее должны быть ну и вот такое вот такая вот скоба для того чтобы эту самую машинку можно было подвешивать к чему-нибудь а вот зачем подвешивать это уже вопрос интересный производитель предлагает давайте вот так положим или при не предполагает работу этой машины с вот таким вот гибким валом вот он так выглядит немножко присложил чтоб кадр вошло но вот на мой взгляд вот эта машина к сожалению слабовато для вот этого самого вала то есть ее можно подключить вот тут вот закрутить все но она вот бедная так и просит вид владелец что ты делаешь ты давно ты же надо мной издеваешься мне очень и очень некомфортно крутить вот эту бандуру скажем так поэтому ну как вам сказать по моему мнению подключать этот вал к этой машине нельзя потому что ресурс будет так сказать уменьшен то есть вот сколько и предназначена допустим допустим три года допустим если часто работать этим валом проработать на полтора года жалко очень удобная штука очень но пока что вот лежит без дел к сожалению ну что ж давайте попробуем подключить и чего-нибудь сделать ее с ее помощью и так включаем ну например есть необходимость как так видно да вы давайте вот вот так давайте да есть необходимость сымитировать например ствол пулемета для самолета в 72 масштабе что обычно делается вот какой догадались берется игла от шприца это самый очень распространенный метод да отрезается обрабатывается и имитируется этот самый ствол но это же нужно все отрезать каким-то образом давайте попробуем при помощи этой машины вот такой диск отрезной это из стоматологии к нам пришел скажем так я вот как-то не замечал я слава тебе господи бываю редко очень редко у стоматолога они что вот такими вот дисками зубы ремонтируют что это ужас это кошмар это вообще я просто не представляю двухсторонний алмазный не разъемный вот он тут за его так сказать заклипали и все но ничего вставляем он очень кстати тонкий вот такой звук у него глухой ну не то чтобы как бумага ну это хорошо что он тонкий дальше но по идее можно включить и уже вот так вот прижать пальцами и что-то резать однако не рекомендуется потому что даже при пяти тысячах оборотов сила тут прикладывается давайте так сила прикладывается значительно и может реально эту самую вот всю иглу вырвать из пальцев на раз без проблем спасибо лучше придумать чего-нибудь какой-нибудь держатель вот такой уберем цанговый такой вот патрон с подходящей цангой с обратной стороны пытаемся это дело с первого раза просунуть да она с первого раза конечно как всегда не получается а ну давай сейчас еще раз подождите так видно вот так будет лучше видно выходи ну как всегда ну да так еще раз еще раз еще много-много раз отчеты не хочешь то ну что ж ты так подводишь то зараза а все есть вот как вот только сказал что-нибудь такое нехорошее сразу послушалась плохо дрессирована это игла вместе с патроном скажем так вот так просовываем и вот таким образом я так это делаю чтобы вам было видно за же ма ем вот такое удержание уже гораздо лучше потому что можно при ну как сказать приложить больше силу да все-таки три пальца держит но это еще не все на весу вот представим себе что она включилась эта машина и диск крутится резать тоже нехорошо почему данный диск боится всякого рода перекосов то есть вот на весу мы держим если пойдет перекос вот в сторону диска вот 90 градусов у нас диску вот так когда уже диск непосредственно находится в материале ну еще ничего страшного а а вот если пойдет перекос относительно оси держателя вот в эту сторону или в эту сторону вот тут могут быть проблемы вплоть до того что диск может просто порвать потому что еще раз повторюсь так видно да сила прикладывается приличная показываю вам пострадавшего ну чтобы не быть голословным вот из другой такой подобный диск какой он кривенький обратите внимание выхватываете кривой вот сколько я резал не перерезал вот один раз не досмотрел пошел перекос и вот так вы хорошо хоть не разорвало его нет не можно работать не проблема ну вот он вот не то чтобы испорчен ну скажем так не небо и готовим скажем вот таким образом поэтому то что вот я предлагаю вам сделать сейчас очень важно для этого даже подставим вот такую деревяшечку для того чтобы желательно чтобы игла вот это самое было примерно как это вам показать видно наверное вот есть диаметр через центр до окружности вот чтобы это игла была на этом самом диаметре скажем так на этой самой предполагаемой линии чтоб ни ниже ни выше ну приблизительно уже в токарных станках без этого никак не обойтись а здесь просто желательно есть такое дело вот так мы подготовили ну что давайте включаем куда ты укатился вот это укатился первым делом первым делом что нужно сделать это притупить вот это вот самую игру потому что она очень острая когда отрежется часть вот это если не дай бог она еще улетит то потом можно так загнать куда-нибудь себе вот это вот дело ну это очень опасно скажем так поэтому необходимо это от этого острия избавиться поехали аккуратно есть такое дело да сейчас давайте глянем в линзу все-таки посмотреть нужно хотя можно и без нее проверить да а ну совсем другое дело теперь уже как говорится загнать ее будет очень сложно этот эту часть если вдруг она куда-то улетит и прочее теперь приступаем к процессу резания но все-таки опять одену свою линзу пятикратную придерживаем здесь плотно вот здесь и начинаем процесс правда я начну с вашей стороны вообще удобней так я начну с вашей стороны чтобы было виднее аккуратно не спеша не до конца не до конца ну чтоб не улетела потом так видно да раз-два и готово все отрезали дальше необходимо обработать торец аккуратно подравнять его все процедура как говорится выполнена ну естественно здесь остался заусенец снаружи и внутри ну а дальнейшая так сказать дальнейшую обработку мы продолжим позже позже продолжим пока отложим это в сторону ну вот эту штуку утилизируем потом аккуратно как-нибудь каким-нибудь образом вот пример работы вернем назад ну одной из немногих одна из немногих процедур и один из немногих процессов скажем так которым можно быстро аккуратно осуществить например вот отрезали и скажем шлифанули вот таким вот образом ну что ж с проксоном мы закончили а дальше будет подобная машина ну скажем так с полной свободой действий вот так да вот дремель ну или дремель ладно давайте на французский манер дремель как вы наверно догадались здесь нет никакого сетевого провода нигде соответственно данная машина работает от на батарейках или аккумуляторах сразу хочу обозначить что если вы решитесь купить вот такой экземпляр не задумываетесь не задумываясь покупаете аккумуляторы вместе с зарядным устройством потому что работать на батарейках скажем так экономически невыгодно ну тоже разберем по порядку и тут уже не кнопка клавиша целая такая у нас как вы догадались для переклинивания ну а переклинивание вала на котором вот расположена гайка и соответственно там же цанга ну чтоб удобно было выкрутить тоже вот так выкручиваем и вот она родная смысле от производителя родная до алюминиевая четырехлепестковая хорошего качества точная биений тут никаких нет проблем тоже с ней никаких нет но моем случае была всего одна так получилось пришлось докупать комплект от стороннего производителя которого подходит к этой модели кстати ну вот так это выглядит все латунные вот одна из них очень неплохие вполне себе можно ими пользоваться вставляем сюда она нам пригодится именно этот диаметр именно этот ну да именно эта цанга нам пригодится это пока в сторону дальше тут всего две скорости так лучше видно или так лучше давайте так тут всего две скорости вправо она заработала это 12000 оборотов влево это 6000 оборотов ну и как говорится в хвостовике батареи аккумуляторно батарейный блок извлекается очень просто одна защелка вот просто вот пальцем раз она отошла переворачиваем едва все отошло никаких усилий при не нужно прикладывать извлекаешь тут вот такие контакты видно да вам интересные такие творческие контакты крышка точно также одна защелка вторая защелка здесь нужно было да пока одна защелка давайте еще раз вторая защелка вот вообще легко сама выскакивает и вот батарейки ну конечно плюс минус перепутать нельзя нужно аккуратно все внимательно ставить кстати вот если перепутали например другой стороной но не входит ставить невозможно обратно давить не нужно молотком забивать не нужно это не производитель виноват это просто вы перепутали сторону переворачиваем и все просто и сердито как говорится здесь та же ситуация и вот не по кстати вот я не помню какой стороны правильно вставлять а а это значит правильная сторона ладно давайте попробуем неправильной стороной а вот тут уже не войдет никаким образом вот никак и тоже забивать не нужно не нужно прикладывать силу все очень даже легко перевернули оп и зашло очень удобная штука вообще-то ну конечно скажем так вот заваливает ее в эту сторону тяжелая такая вся эта двигатель эти батареи или аккумулятор но в любом случае она имеет право на существование мне вот мне нравится иногда не работаю вот ну давайте мы кстати продолжим же маршу продолжим же нашу работу же игла вот тут уже интересно как подставочка сейчас у нас будет но пусть пока здесь стоит тут интересный момент возникает мы опять возвращаемся к нашему стоматологическому двигать господи двигателя стоматологическому кругу отрезному нарезному вставляем вставляется 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 ну вот здесь вылет уже достаточно значительный если прокса не уходило глубже где-то здесь тут вылет значительный давайте зажмем и посмотрим будут ли люфты или не будут работает практически идеально никаких вот дерганий и прочее чтобы это что в другую сторону хорошо давайте продолжим нам необходимо отрезать теперь с этой стороны да ну что тут практика уже есть аккуратно что издевай а нет опять что издеваешься да оставляем так не видно да зажимаем отрезаем эту сторону нам позволяет расстояние да мы не будем касаться патрона прекрасно как всегда пятикратная подруга с правый глаз как говорится включаем тихо 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 осторожно и начинаем резать аккуратно не спеша нет есть небольшой очень небольшой люфт но не можно пренебречь отрезали не до конца естественно есть такое дело дальше обрабатываем торец видно да а вообще было видно ну наверно было видно ладно батареечки немножко подсели да вы наверно слышите это немножко уже сели поэтому я говорил аккумуляторы нужно покупать не этой машины собственно тихо стоять собственно точно так же как и проксом проксоном мы абсолютно спокойно отрезали нашу иглу ну и опять отложим это в сторону потому что дальше мы будем еще и обрабатывать кстати предохранительный колпачок от иглы и вот эту штуку не выбрасываете она пригодится потом расскажу каким образом дремель дремелит скажем так ну то есть работает даже с таким вылетом диска в общем то применять ее можно дальше рассмотрим самый недорогой и самый на мой взгляд практичный вариант ну как по мне обыкновенный dp25 вот такой вот цанговый патрон со сменными цангами классика жанра скажем так вот так это все изымается можно поменять если нужно другую цангу поставить никаких органов управления на нем нет простота как говорится зато есть один орган управления на блоке питания далее смертельный номер слабонервных и просим удалиться из зала потому что въезжает наш блок питания в кадр вот он дундун 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 приехал Ну, кирпич есть кирпич. Так, ну вот это 220 вольт. А вот это крутилка. Вот в одну сторону крутим, в другую сторону крутим. В чем удобство? А именно в том, что можно, не меняя клеммы, да, там, допустим, против часовой крутить, обороты задавать. Или по часовой обороты задавать. Удобно, удобно. Так, выезжай из кадра, не пугай людей. Тут зрители сейчас разбегутся. Потому что, ну такое же, вы что же, увидеть это же жуть. Итак, ДП-25. Проводочек сейчас. Вот, 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 вот. Присоединяем. Секундочку. Попали вот таким образом. И, ну, быстрее. Не хочешь? Чего? Ну, что ж такое-то? Ну, попасть же. О, попал. Попал. Есть. Ну, есть. О. Ну, вот такое вот. Проще, как говорится. Подключаем его вот в сеть. И вот, начинаем включать. Крутить крутилку. Вот. Обороты раз. И пошли. Обороты раз. Уменьшили. Теперь в другую сторону. Максимум. Убрали обороты. В чем прелесть? Если проксом, например, выдает пять тысяч минимальные обороты. Дремель. Шесть тысяч минимальные. То здесь она так крутится себе потихоньку. И очень даже хорошо. По большому счету, и тут и рассказывать-то больше не о чем. Ну, вот взяли вот так в руку, допустим. Да. Ну, чуть провод отпустим. Да. Давайте отпустим провод. Взяли вот так в руку. И работаем. Сверлить. Борами что-то делать. Полировать. Небольших размеров. Хорошо лежит в руке. Никаких заваливаний в сторону нет. Потому что центр тяжести где-то вот здесь, скажем так. Ну, и замечательно. Так. У нас стоит задача закончить, так сказать, работу с нашей иглой. Ага. Отсоединился. Ну, сейчас присоединим. Главное, что вставить сложно, а оно берет и само отсоединяется. Ну, что за жизнь такая, а? Так. Для этого, кстати говоря, вот этот вот диск уже не подойдет. Потому что... Потому что вылет, ну, очень большой. Ну, очень. Поэтому будут вибрации, а это, конечно, недопустимо, будем говорить так. Ладно. Тогда возьмем нашего пострадавшего товарища, который сейчас кривенький, косенький. Ну, и попробуем... Ну, он вообще работает, конечно. Отрежет, не вопрос. Ну, давайте, собственно, ним и осуществим резание. Ну, опять же, такой вот длинный пулемет, ну, вряд ли... Ну, мы говорим о пулемете, допустим. Вряд ли нужен. Давайте отрежем, наверное, где-то... Ну, не половину, где-то одну треть вот таким образом, да? Укоротим, так сказать. Вот столько оставим. И попробуем отрезать. Запускаем. Ой, как он крутится. Как он крутится. Нет, секундочку. Сначала я свою подругу пятикратную, да, одену. А потом запустим. Держим вот здесь. Придерживаем. Так, как было... О, вот так, наверное, лучше видно. Да, ну, давайте так. Максимум оборотов. Здесь, ну, наверное, подставочку все-таки мы... Сейчас, еще раз, извините, еще раз. Подставочку, наверное, мы... Да, естественно. Максимум оборотов. Так вот будет видно, да? Хорошо, хорошо, аккуратно. Аккуратно. Поехали. Ну, давай, режь. Очень плавно, мягко и замечательно все это идет у нас. Не до конца. Не до конца. Теперь просто берем раз и готово. Ну, торец, конечно, нужно обработать. Но сделаем мы это несколько другим способом. А именно... Выкручиваем наш диск. Забираем вернее. Выкручиваем гайку. Убираем цангу. Теперь цангу из этого патрона переставляем вот сюда. Это пока в сторону. И вот таким вот образом зажимаем. Вот такая у нас взаимозаменяемость. Это удобно, просто и, по-моему, замечательно. Итак, дальше возьмем вот такой алмазный надфиль. Обработаем торец, а потом снимем заусенец наружного диаметра. Продолжаем. Итак, линза. Максимальные обороты. Так вам будет видно, да? Хорошо. Аккуратно исправляем торец. Кстати, биение есть. Давайте попробуем от них избавиться. Для этого открутим немножко, отпустим цангу и попробуем вот вращением глубже посадить. А глубже не получается. Ну ладно, хотя бы вращением. А ну-ка. А ну-ка. Не хочет. Тогда будем вращать немножко цангу. Так видно вам, да? Видно. Хорошо. Это не катастрофически, конечно, но все-таки хотелось бы избавиться. О, ну вот теперь получше. Продолжаем. Хорошо. Видно. Вот он снимает. Выровняли, да? Давайте посмотрим. На стоп-кадре посмотрим. Да, выровнял. И вот он, что ни на есть, такой нехороший, такой заусенец. Снимаем тем же способом. Ну, вообще, правильно, конечно, сверху приложить, да? Но я сделаю снизу, чтобы... Приложу снизу, чтобы вам было виднее. Ну, чтобы нагляднее. Просто чуть-чуть прикоснемся. О, вот он улетел. Все. Ну, можно сделать, конечно, фаску при необходимости. Ну, вот получается такая красивая... Так сказать, красивый такой ствол будущий. Еще немножко. А к снизу, да, к снизу. Вот так, да? Ну, да. О, уже фаска получилась, легкая. Но это тоже неплохо. И еще раз подровняем. И еще раз фаску снимем. Ту, не фаску. Ну, в общем, да, заусенец или фаску сделаем. Есть такое дело. Но у нас осталось... Остался заусенец и во внутреннем диаметре. Как его убрать? Вот есть такой вот бор треугольный. Сейчас просто-напросто запускаем. Можно удерживать пальцами в данном случае. И аккуратненько... Так, чтобы... Нет, не аккуратненько. Подождите. Да, надо его немножко почистить. Ну, да. Что-то он у меня... Ну, застоялся без дела. Да, оно... О, другой разговор совсем. Еще раз запускаем. Находим вот... Примерно вот, чтобы в центре находился бор, да. И аккуратно заводим туда... Чуть-чуть. Чуть-чуть. О! Есть такое дело. Смотрим, что у нас. Ну, вот. Собственно. В общем-то... Еще немного. Нет, подождите. Еще чуть-чуть. Ну, не нравится мне кое-что. Ну, что поделаешь. Так вот, аккуратненько. Теперь аккуратненько еще раз. Совсем чуть-чуть. И... Давайте уже сверху сделаю. Оп, 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 оп. Ну, вот. Собственно, и все. Вот так вот обработали. Теперь можно другую сторону таким же образом. А, подождите. Это же у нас заготовка. Ну, то есть, остатки. Че ты, елки-палки. Ладно. Я перепутал немножко. Извините. Значит, вот наш будущий ствол. Ну, какая разница, собственно. Технология-то та же. Немножко зарапортовался, да. Так, есть такое дело. Включаем. Снимаем. Чуть-чуть. Не нужно много. Точно так же с другой стороны. Аккуратненько. Корец поправить. Чуть-чуть. Есть. Вот такая вот механизация производства, скажем так. Сейчас я еще разгляну. Ну, да, есть. Ну, тут нужно немножко почистить. Сейчас вот такой вот старый помазок. О, вот он проникает вовнутрь волосками. И поэтому вот выгребает оттуда. Ну, вычищает. Там что-то осталось. Легкая стружка. Сейчас, одну секундочку. О-о-о-о-о. Все забрал. Отлично. Можно ставить по месту. Где-то крыло какое-нибудь, да, какого-нибудь истребителя, там, не знаю еще чего. А оставшуюся часть. Вот почему я говорил, что не стоит выбрасывать защитный колпачок и вот эту штуковину, да. Просто будем использовать как контейнер. Погрутили туда иглу, закрыли. Защелкивает. Держит надежно. И можно собирать туда иглы там разные. Можно подписать, например, 0,7. Ну, такого плана. Мелочь, а полезно. Скажем, да. Ну, в общей сложности, в общей сложности, ну, те бормашины, которые есть, так сказать, в наличии у меня лично, я вам показал. Дальше нужно поговорить вот про эти все боры, дискодержатели, про все вот эти насадки, которые могут пригодиться для работы. Вот наши три образца, которые мы рассматривали. Так чего же, собственно, можно вставить, вставлять в эти самые цанги, да, для того, чтобы осуществлять работу. Начнем со сверления. Вернее, давайте начнем с возможностей. Вот наш проксом. Если сверлить, например, медь, то сверло. При надсверливании или просверливании, надсверливание это не сквозное отверстие, а просверливание означает сквозное отверстие. Так вот, в медь углубиться сверло может примерно на 2, ну максимум 3 миллиметра. Металл вязкий и потом мощности двигателя не хватит, чтобы прокрутить это сверло и может получиться переклин, чего допускать, конечно, нельзя. С латунью примерно такая же ситуация, а с алюминием он более-менее, этот самый проксом справляется. Итак, как же все-таки поместить сюда сверло, которое тоньше 0,6 миллиметра. В общем, вот стандартное сверло. Ну, все видели, наверное. В данном случае миллиметр, для примера. А существуют сверла еще с утолщенным хвостовиком. Вот они так выглядят. Стандартизированный, вернее, хвостовик стандартизирован и имеет диаметр 2,35 миллиметра. Проблем нет теперь. Вставляем, зажимаем. И вот наше сверло полмиллиметра на месте и не можно работать. То же самое касается, например, боров. Ну, вот такой бор. Вот такие, вернее, боры есть, например. Таких коробочках симпатичных. Давайте какой-нибудь вытащим, извлечем, экстрагируем. Таких только слов нет. Так, ну, стань уже нормально. Чего ты капризничаешь? Раз, зажали. И можно работать. Единственный момент, что вот если в дремель мы вставляем, да, его, зажимаем. Вылет, вот он, да, еще более-менее ничего. То есть, работать можно. А вот если поместить это сверло в наш простейший образец DP-20, на основе двигателя DP-25, ну так давайте правильно, то тут уже вылет, как вы видите, просто колоссальный. И работать будет невозможно. Будут биения. А биение и сверление – это вещи несовместимые. Посему для DP-25 придется подобрать сверла с укороченным хвостовиком. Вот они. Видно, да? Так, давайте это подвину. Это сюда. Так, чтобы хорошо можно было рассмотреть. Правда, в моем случае, к сожалению, хвостовики разного диаметра. Но если сейчас походить по магазинам, посмотреть, думаю, можно комплект подобрать с хвостовиками одного диаметра. В ту же, кстати, в ту же цангу можно зажать хвостовик чуть тоньше. Давай, зажимайся, зажавайся. Вот с таким вылетом уже работать можно. Вот это уже неплохо. То же самое касается и боров. Вот они. Рядышком положу. Так, чуть-чуть дальше. Тоже с укороченными хвостовиками. Но это из стоматологии, например. Есть боры. Так, это отодвину чуть дальше. Ну, чтобы освободить место. Ну, как вы догадались, мы складываем такой финальный натюрморт постепенно. Есть боры с алмазным напылением. Хвостовик такой же. 2,35. Не проблема. Раз. Зажали. Работаем. А вот для ДП-25 имеются на хозяйстве вот такие вот боры алмазные. Сейчас давайте извлечем аккуратненько, пинцетиком. Ну, чтобы было симпатично так, да? Симпатично. Красный поясок означает, что напыление крупное. Желтый поясок означает, что напыление самое мелкое. Есть промежуточный синий, но у меня в наличии не имеется. Вот здесь вот можно зажимать совершенно спокойно. В ДП-25, в Дремель. А вот с Проксом есть проблемы. Потому что диаметр этого хвостовика, как бы так, чтобы не переговорить рукой кадр слишком, да? Ну, давайте вот так уже, да? Вот подходящая более-менее цанга не пускает его. Этот самый бород, где самый хвостовик. А следующая цанга... Опа, на место. Вернись. Вернись, я все прощу. А следующая цанга просто не зажмет. Все, болтаться будет и все. Вот есть вот такая мертвая зона для хвостовика. Вот с таким диаметром. Это тоже пришло из стоматологии. Господи, чем они нам зубы ремонтируют? Просто повторюсь, да? Такими страшными, страшными, страшным таким инструментом. Елки-палки, ну ладно. Мы просим их, они делают доброе дело, да? Следующий момент. Это не что иное, как дискодержатель. Ну, знакомый вам диск уже. Так сказать... Упало, да. Видите, что страшно? Диск, как говорится, на инвалидности. Кривенький. Мне так его жалко, когда я его испортил. Ну да ладно. Дискодержатель разборной. Не был зажат, поэтому, так сказать, можно руками открутить. Открутим. Длинный болт, кстати. Болтик тут, кстати, длинный. Так, аккуратно. Все такое хрупкое. Вкрутим обратно. Тут такая прокладочка имеется. В комплекте идет обязательно. Та же история. Зажимаем. Тут вообще идеальный вылет, на мой взгляд. Чем ближе к цанге, тем лучше. Ну, на мой взгляд. И работаем. Подходит ко всем трем экземплярам. Ну, есть усиленный вот такой. Вот он. Усиленный. Но я им не пользуюсь, потому что как-то не пригодился еще ни разу. Лежит запасным. И хай себе лежит. И хорошо. Чего можно прикрепить в этот дискодержатель? Или зажать? Ну, легче сказать, что нельзя. Так, расширим это все дело сейчас. Одну секунду. Ну, вот один диск вы уже видели. Вот подобный в виде пилы. Тут такой зубчик. По-моему, называется распиловать. Ну, что-то такого. Не помню. Не буду брехать, так сказать. Диск вот такого плана. Диск вот такого плана. Дальше. Резинки шлифовальные. По металлу. Берут, кстати, металл. Ой, на ура. Очень хорошая вещь. Диски полировочные. Вот такие. Резинки в виде дисков тоже. Полировочные. Ну, такого немножко другого плана. Самая мелкая финишная. Эти две покрупнее будут. Так, чего еще? А, у нас же еще есть такие вот моменты. Как-то неразборные штуковины. Вот такая полировочная кисть. Тут все запрессовано. И все. Ну, сюда подходит, сюда подходит. Сюда тоже можно вставить. Поставить. Давай. Ага. Секундочку. Тоже вроде ничего. Да, тут биения не так страшны. Хотя они могут быть. Ну, как-то вот с такой бандурой работать. Ну, как-то не очень. В данном случае можно поступить радикально. А именно взять и отрезать. Металл здесь мягкий. Лобзиком, например, ювелирным это сделать очень просто. И получим. Вот у нас заводской вариант. Заводской вариант, да. А вот у нас народный, модернизированный. Просто отрезали и все. В таком случае для ДП-25 поставили. Разницу вы видите, да. Так, видно, да. Ну, куда приятнее и лучше. Ну, сюда же можно отнести к неразборным. Вот то, что есть. Вот такие вот насадки. Тоже для полировки. Хотя, если пасту грубую сюда положить, можно и шлифовать немножко. Ну, правда, зачем, когда есть резинки. Ну, в любом случае. Кому как удобнее. Тут уже дело, как говорится, хозяйское. Вот для полирования я вам хочу сказать, поделиться. О, вот такая классная штука. Что за материал? Какой-то фетр, че-что. Я вот не помню. Но полирует просто замечательно. Если уже финишную обработку, да, финишной пастой осуществлять. Ну, поверхность получается просто замечательная. Это в ювелирных вот, ну, ювелирных магазинах. В магазинах, которые продают ювелирный инструмент. Было куплено. Запасная. Так. Так, сюда. Да, давайте сюда положим. Ну, в общем, примерно вот такая картина вырисовывается. Это капля в море по сравнению с тем, что вы можете найти для своих, так сказать, нужд, для своей работы в магазинах, повторюсь еще раз, которые продают ювелирный инструмент и стоматологический инструмент. Это все оттуда практически. Ну, вроде как, все обозначено. Главные моменты показаны. Надеюсь, кому-то было интересно. Надеюсь, для кого-то было полезно. Заходите еще. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Спасибо вам за внимание. И до новых встреч. Продолжение следует...